Мой номер пока девушка идет, я тоже хотел бы выступить. У меня вот есть, как я вижу, есть две проблемы и одно решение. Вот две проблемы, первая проблема, наверное, тоже одна из основных, это отсутствие взаимодействия между администрацией Натальцевской муниципальной образовательной и жителями. Вот многие, наверное, есть в группе Viber, да, 715 человек, по-моему, Натальцев есть в группе Viber. Вчера вкидывается по-другому информация, что все, отдали им 268 рублей, и, соответственно, для чего? Если у нас, мы с Александром Викторовичем встречались уже два раза, и окончательной цифры нет, но зачем удораживать людей? То есть вот это отсутствие взаимодействия, наверное, не приводит к тому, что сегодня замечательное на самом деле совещание, сейчас люди могут задать вопрос, но зачем изначально эту тему вбрасывать, чтобы волновать людей? Второй момент. Вот хочу поддержать молодого человека, который сейчас передо мной выступал по поводу договоров. Вот по моей информации, да, мы сейчас говорим, чем больше соток, тем меньше тариф, так есть? Вот по моей информации 400, точнее, информация администрации, которую я написал в группе Viber, 408 из 9 абонентов Наталина, из них заключили договора 317, отказались 30, ну и, естественно, придет непонятное 142 абонента, которые не определились. Вот молодой человек, мужчина, говорит о том, что слушайте, но я не буду заключать договор, если я не вижу стоимости. Вот будь я же с вами Наталина, я тоже бы не подписал такой договор, но при этом 315 человек, которые подписали договор, вот они участвовали в формировании этого договора. Почему 269 рублей появилось? Потому что 315 человек заключили договор и распределили эту сумму на эти 315. Ну, слушайте, ну, наверное, правильная позиция администрации, наверное, не каждого братья с ногу сидели, да, который борется и отстаивает свои интересы, свои организации. Мне кажется, надо интересы жителей тоже отставить при этом, не забывать, потому что зарплату, наверное, тоже получают за то и за другое. Поэтому здесь, если работа усиливается в направлении увеличения соток и правильный грамотно объяснение жителей, я думаю, количество соток существенно увеличится. Теперь приду к решению. Вот смотрите, коротко уж Александр Ильич задромал тему. По поводу тарифов много говорилось, да, вот там тарифы заложены, это уже потому что это зарплата директора у нас Алексей Викторович, да? Потому что вам директор в тарифы заложен. Это, наверное, уверен, в этом тарифе сидится, да? Вот этот вопрос – у амолонционера, у директора, чем салstellen, салiberSEUR? Вот вам амолонционер сидит, который, в принципе, при защите тарифы до питьевого года, наверное, в третьем тарифе тоже директором числится, правильно? И в этом тарифе усилится директор. Вот вам амолонционер, который может ходить и смотреть за эти деньги. Назовите его директором, а не отцов. Теперь по поводу решений. Мне кажется, надо начинать с того, что утвердить сегодня на них 200 рублей, а потом уже администрация будет совместно готова к собрежу, что же помочь, совместно искать решение, как на эти 200 рублей быть. А выводиться можно двумя способами. Либо увеличить сумки, ну объяснить, что они платят договор, прописана уже сумма, поверьте мне, договор будут отключать гораздо быстрее и лучше, если они будут принимать, в какую сумку будут. А второй момент, это через депутатский корпус, я думаю, здесь тоже можно, если прокуратура позволит, какие-то моменты найти и искать средства. Но поверьте мне, количество сумок у вас сразу увеличится, когда люди будут понимать, за что они будут платить.